Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Предлагаю вам две темы сразу, по определенным причинам. Первая. Крайон, сила, притяжение. Ченнилинг от Михаэль. Приветствую тебя, дорогой работник света. Словами Амар Та Сат. Я, Крайон, из магнитной службы Земли. Пришло время поговорить о сильных чувствах и о том, что они рождают вместе с собой. Не раз, думаю, замечал, замечала за собой, как сильные чувства рождают события в твоей жизни. Сильная любовь дает тепло. Сильная надежда дает веру. Сильная воля дает выход из сложных ситуаций. Сильный гнев дает разрушение. Сильная ненависть дает краткую силу на время. Сильная злость дает разрушительное тепло, которое разрушает разум и тело изнутри. Эти примеры не случайны, как и все в мире. Ты должен знать, дорогой и дорогая, об этом. Любые сильные чувства открывают свою дорогу для человека. Важно то, какие эмоции вкладывает человек в своей жизни, и от этого зависит его путь. Важно понять то, что сильные эмоции рождают сильные события, а сильные события меняют жизнь. Стоит сказать о том, что стоит стараться вызвать их изнутри. Да, это можно сделать, но сложно. Намного важнее понять то, что сам человек есть магнит, а его чувства – это полярности его самого. Сильные чувства поднимают вибрации души, а низкие чувства, наоборот, разрушают вибрации души и тянут человека вниз. Сила притяжения рождается через чувства, но она также рождается и через веру. А вы уже знаете о том, что вера – это тоже сильное чувство, но оно более ментальное. Итак, мы подходим к тому, что сила притяжения кроется в сильных чувствах. Это действительно так. Хочу сказать тебе, дорогой, дорогая, мой, моя, о том, что использовать сильные чувства в своей жизни для достижения результата – это правило. Но нужно развивать свою энергетику, чтобы была возможность наполняться сильными положительными чувствами и удерживать их в себе. Практика и еще раз практика, и тогда ты станешь намного сильнее к району. И вторая тема, которую я сегодня хотела вам прочитать – это джинн, выпущенный из бутылки, отец-абсолют, тема Марты, читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы отвлечемся от нашей темы и поговорим о текущих событиях на Земле. Как видите, они все больше и больше накаляются, и на первый взгляд все идет строго в соответствии с планами теневого правительства. Но на самом деле они уже вышли из-под их контроля. Можно сказать, что джинн, выпущенный ими из бутылки, начинает жить уже не по их правилам, а своей собственной жизнью. И вот что я имею в виду. Арабо-израильский конфликт, развязанный марионетками глубинного государства, приобретает сценарий, выходящий за рамки плана, предусмотренного ими в начале. И объясняется это тем, что слишком горячо отреагировало на него мировое сообщество и прежде всего простые люди. Невиданные доселе зверства, учиненные по отношению к мировому населению Израиля, вышли за рамки обычных военных действий. И предотвратить их было не в силах даже тем, кто затеял этот конфликт. Сродни террористов, принимающих участие в операции по вторжению на израильскую территорию, было немало клонов, запрограммированных на ненависть. И эти лишенные божественной души существа, опьяненные своим неожиданным успехом, уже не знали границ жестокости в обращении с захваченными врасплох мирными жителями. Это явилось шоком. Даже для тех, кто и организовал это вторжение, поскольку не реагировать на подобные действия было уже нельзя. Израильтяне не простили бы этого своему руководству. Так, перешедшая все мыслимые пределы ненависть одних породила ответную ненависть других. И поскольку представители обоих этих народов рассредоточены по всему миру, то вспыхнувший пожар уже быстро распространился по всей планете. И очаги его возгорания приводят к еще большим жертвам среди мирного населения, что вы можете наблюдать сейчас, например, в Европе. А какова же была изначальная цель глубинного государства, развязавшего эту войну? Прежде всего, понижение вибраций Земли и человечества за счет боли и страданий людей. И, конечно, нажива для ведущих корпораций, поскольку именно войны приносят им самые большие прибыли. Для глобалистов стало большой неожиданностью то, что созданные ими клоны способны выйти из-под контроля и начать действовать более жестоко, чем им было предписано их хозяевами. Они не учли того факта, что энергия насилия, приобретая определенную концентрацию, способна воздействовать не только на людей, но даже на клонов, провоцируя их на неконтролируемые их создателями действия. В результате, в этом регионе создалась непредсказуемая и взрывоопасная ситуация, когда война ведется уже не по правилам, установленным теневым правительством, а исключительно на эмоциях людей, пышущих ненавистью друг к другу. Но я хочу, чтобы вы знали, что каким бы ни был исход этого конфликта, ваши галактические братья не позволят развязать глобальную войну, то, что вы называете Третьей мировой, поскольку это нарушит уже планы вселенского масштаба по переходу вашей земли и чистых древних душ в пятое измерение. Этот процесс уже запущен и остановить его невозможно, несмотря на ухищрение сил тьмы, все еще удерживающих власть на вашей планете. Старайтесь не вовлекаться эмоционально в происходящие события, мои дорогие, поскольку это лишь усугубит ситуацию. Вместо этого как можно чаще делайте медитацию на полную и окончательную победу сил света на земле, используя для этого огонь вселенской любви и энергию великого центрального солнца. Очень важно сформулировать свое намерение именно так, не вкладывая в него вашего собственного видения происходящего, поскольку это может помешать работе сил света на тонком плане земли. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему «Джинн, выпущенный из бутылки». Маленькое дополнение. Мы уже должны немножко разбираться и понимать, что самое плотное это наше физическое тело. Поэтому не может быть быстрого перехода или быстрого очищения или быстрого выздоровления. Да, я согласна, что есть гении, и вот у них может быть мгновенное исцеление. У других вы запускаете программу самоисцеления и с тонких планов, более разреженных, постепенно эти программы при вашем участии или при вашем удержании этих программ или при вашем свете или при вашем желании, они постепенно проникают в плотный план, в мир материи. И уже не раз говорилось, что все болезни начинают разворачиваться с эмоционального уровня. А эмоции наши – это краски. Вот то, что вы знаете. Первая чакра красный, вторая – оранжевый, третья – желтый, золотистый, четвертая – зеленый, пятая – голубой, шестой – синяя, седьмой – фиолетовая. Да, у тех, кто уже сейчас более развит, там немножко изменились цветовые характеристики, потому что они уже взаимодействуют с девятым уровнем, с восьмым уровнем и выше, поэтому у них идет исцеление мгновенное. Но таких сознаний сейчас еще пока мало на Земле. Поэтому мы должны понимать, что наши эмоции или наше творчество или наше эфирное тело, они гораздо ниже. Это второй уровень. А вот наши чувства, они гораздо выше. Это четвертый уровень. И то, и другое цвет. Но частицы разные, потому что чувства более разреженные, более тонкие и более летучие. Вот почему тяжело удержать любовь. Поэтому, кто практикует, привлекают огонь вселенской любви в свою жизнь, в свою реальность. И таким образом, эти энергии внедряются уже в эмоциональный план. И вот здесь вы становитесь более устойчивыми или более стрессоустойчивыми, или более прощающими, или более терпимыми, или более уверенными в том, что все в вашей жизни сложится в позитивном аспекте. И мы уже с вами не раз говорили о том, кто смотрит этот канал, что вторая, четвертая и шестая чакры – это женские чакры. А нечетные – первая, третья, пятая, седьмая, девятая, одиннадцатая – это мужские чакры. И очень важно сбалансировать эти энергии мужских чакр и женских. Ну, или можно сказать по-другому – правую сторону тела и левую сторону тела. И когда мы находимся с вами в более сбалансированном состоянии, то мира на Земле больше. И теперь уже, надеюсь, всем понятно, что от наших эмоциональных состояний, от наших сбалансированных состояний и зависит мир на Земле. Когда-то мы уже говорили о том, что есть такая практика спать в золотых одеждах, но теперь могу к ней еще добавить спать в одежде-фольге. Попробуйте. И у тех, у кого болят суставы, плечи, можете пробовать не только тонкие практики, но и использовать обычную фольгу. Пробуйте. Все в наших руках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!